Сегодня тема безопасности является ключевой во всем мире. Главная угроза современности – терроризм. Не имеет национальности, а по сути и лица. Именно поэтому он так опасен. Бдительность – наше оружие. А оружие надо держать на готове, если речь идет о безопасности людей, в частности детей. Показать, как обеспечивать эту безопасность, на практике решили в рамках работы антитеррористической комиссии городского округа Щелково. На базе детского оздоровительного лагеря «Юнармеец» провели практические учения на территории. Приглашены на площадку руководители и заместители по безопасности различных учреждений округа. Безопасность превыше всего. Специальные учения проходят в детском оздоровительном лагере «Юнармеец». Прорабатывается несколько ситуаций – обнаружение взрывчатого предмета, пожар и эвакуация из здания. Перед основной практической частью – часть теоретическая. В актовом зале заместитель главы Евгений Петеримов зачитывает вводные, то есть потенциальные ситуации в теории, произошедшие в учреждении, в данном случае в лагере. Анонимный звонок о якобы заложенном взрывном устройстве. Как поступить в этом случае, рассказали в специальном фильме. Служба 112, созданная в России, работает в городском округе Щелково, чтобы помочь в экстренных случаях. Звонок осуществляется даже в режиме офлайн, то есть при отсутствии средств и Wi-Fi. «В действительности, после поступления сообщения на телефон 112, довольно быстро оперативные службы приезжают. Самые первые, конечно, приезжают – это пожарные расчеты, это скорая помощь, это спасатели МЧС. Приезжают довольно быстро, через несколько минут». Сами учения состояли из нескольких показательных случаев. Первый – на территории обнаружен странный объект, вызванный службы. На проверку оказывается, это взрывчатка. Спецоперация по обезвреживанию проходит совместно с кинологами. Дальше по сценарию в здании происходит возгорание, которое оперативно тушат пожарные. Один пострадавший его также эвакуирует с помощью спецоборудования. Отработали на учениях и аварийную ситуацию. Из автомобиля за несколько минут извлекли пострадавшего. А, как известно, минуты и секунды в таких случаях бесценны. После довольно напряженного зрелища всех ждал приятный момент – выступление кинологической службы. Четвероногие друзья приковали внимание и немного разрядили напряженную обстановку. В целом, такие практические учения – не просто демонстрация готовности служб к чрезвычайным ситуациям, но и важный момент – по проверке готовности прийти на помощь жителям городского округа в любое время суток.